доброго времени суток уважаемые гости и подписчики канала хочу предложить вам сегодня видео его мысли чувства действия в принципе стандартное видео но хочется конечно нам всегда заглянуть что же происходит в жизни у любимого человека или близкого человека или дорогого ну того кто нам сейчас важен в эту минуту в эту секунду да за кем хочется интересно посмотреть поэтому давайте сейчас вами будем аккуратненько подсматривать хочу сегодня чтобы наш расклад был на нескольких колодах потому что это позволит нам расширить энергетику увидеть ярче больше красивее глубже так ну что ж сейчас у нас будет расклад общий позиция будет одна поэтому смотрите начало если есть резонация тогда продолжайте смотреть расклад если резонации нет смотреть не обязательно можно посмотреть какие-то другие видео и в принципе большое количество уже на канале да и не только ну что ж настраивайтесь на вашего мужчину мы сейчас будем его искать смотреть в каких энергиях он находится в каком состоянии посмотрим будем смотреть его мысли чувства действия подумайте о нем максимальная раскладка улыбнись знаете когда происходит такие жизненные ситуации когда они все складывается так как хотелось бы иногда такие простые вещи как просмотр видео может дать какие-то ответы какие-то подсказки может помочь просто сбалансировать свое настроение состояние и увидеть какие-то моменты которые раньше не замечал да не обращал внимание и благодаря этому знаете что-то щелкает иногда что-то происходит меняется состояние мы выходим на какие-то другие уровни да поэтому если вы находите здесь если вы смотрите это видео значит оно вам для чего-то нужно нужно окей поехали давайте посмотрим вашего мужчину кто к нам пожаловал кто к нам сегодня пожал смотрим сейчас мы ищем короля будем смотреть короля король пентаклик нам пришел сразу пришел видите особо не прятался находится на поверхности то есть человек нельзя сказать что он супер какой-то там скрытный да король пентакли человек который занимается который в принципе довольно таки уверенно стоит на ногах который материалист по жизни можно так выразиться да человек любит ценит деньги может иметь какие-то рабочие профессии связанные там с земледелием ну не обязательно земледелие то есть я образно сказал но связаны с руками там может быть с вашей то есть человек который умеет делать что-то своими руками да вот данном конкретном случае к нам пришел такой человек который вот он он умеет вот прям идет вообще умеет 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 при этом это могут быть даже и там дорогие эксклюзивные вещи может быть ювелирка почему-то пришла не знаю то есть я вам просто говорю мне все что идет а то есть без цензора я просто говорю такие набрасываю то что идет данную секунду в данный момент времени да для чего для данного мужчины деньги очень важны вот услышите да то есть вы это можете не обязательно то человек будет жадный или скупой нет но он деньги будет считать да то есть он может дарить вам роскошные подарки может не дарить зависимости от того то есть он посчитает выгодно ему это не выгодно то есть на этапе завоевания такие мужчины могут действительно дарить и роскошные подарки роскошные букеты водить там по ресторанам и еще как-то но потому что он как бы рассчитывает это чуть ли не как инвестиции у вас да и соответственно а через время это может все прекратиться когда вы там уже завоеваны да девочки я говорю не для всех для кого-то слушайте свое то есть кому-то так кому-то по-другому потому что здесь есть мужчина которые в принципе довольно таки обеспечены они уже заработали себе своими руками пришли на какие-то другие уровни до доходов и эти доходы очень хорошие у кого-то мужчины которые в принципе они ну в ресторан не поведут каждый день по одной простой причине что нет у них нет еще таких доходов но по сути как бы материализм у них тоже присутствует то есть немножечко разные люди у нас разные девочки будут смотреть все это разные мужчины у них да я просто проговариваю вы слушайте свое но для всех этих мужчин безусловно важно деньги так это не означает что эти люди ничем другим интересуются интересуются интересы могут быть совершенно разные обширные людям ну кого мужчина в принципе здесь компонентские общаться с другими людьми для него важно там уважение и дружба какие-то такие вещи не будет там просто так ради чего-то там какие-то делать нехорошие поступки нет этого не присутствует да что происходит с человеком данный период времени в данный период времени у человека крутится какие-то такие штуки интересные связанные связанные с предательством связанные с предательством и связанные очень сильно с опустошением то есть возможно его предали и скажем так какой-то материальный кусок большой потерял или что-то не обязательно материальное но что-то что человеку было важно то есть это может касаться да и отношений тоже что если человеку там уже важно ваши отношения и он еще в них вкладывался и вдруг вы его предали то есть у кого-то есть такая ситуация и человек об этом думает скажем так это сейчас вокруг него крутится у кого-то идет такая ситуация что он может этот мужчина может обмануть предать но не сильно здесь все таки больше идет что его его предали давайте посмотрим давайте так не хочу здесь вот это семерка семерочка мечей о чем она нам сейчас семерочка мечей о чем ты ну какой-то говорит неудачный момент да что-то пошло не так какой-то неудачный момент да но ощущение девочки здесь очень сильно ощущение что здесь что-то пошло на работе не так и здесь как бы такой большой кусочек ну по денежкам провалился да но это вот получается ну какой-то то есть то ли кто-то там и своих обманул предал понимаете человек просто не дозаработал или потерял какую-то крупную ну очень крупную сумму денег скажем так и поэтому такая прямо опустошенность да то есть как бы такой не очень хороший момент да он здесь не придавал или же может быть момент девочки все таки то есть у кого-то с работы а у кого-то женщина женщина в которой мужчина вкладывался мужчина вкладывался и материально и думал да время свое вкладывал инвестировал прям инвестировал ведь я же время в не инвестировал да если там ходил за ручку держался вдоль в речке прогуливался я в нее там все мечтал думал там уже по запланировал чего-то там то есть какие-то планы мужчина на вас построил планы понимаете он может даже не ну то есть у кого-то там подарки дарил кого-то не обязательно у кого-то человек считает что он раз он уже вас спустил свою жизнь и подумал что там вам дал какой-то статус подруги грубо говоря значит вы уже должны и И получается, человек там с вами 5 раз погулял, вы же, собственно говоря, должны, а вы взяли и добортанули, понимаете? Вот как бы вот и такая опустошенность от этого, то есть как бы ситуация такая, да, пара не получилась, и человек в этих энергиях находится. Так, вот такой у нас сегодня мужчина. Ну что ж, давайте теперь смотреть, давайте теперь смотреть его мысли по поводу вас сегодня. Сейчас мы посмотрим. Девочки, если ваш вариант, смотрим дальше, если вариант не ваш, смотреть не обязательно. Говорю сразу, да, чтобы не было у нас там всякого лишнего. Или можно посмотреть просто, как красивую историю, но не натягивать на себя, хорошо? Вы же знаете, что ваше, что не ваше, вы чувствуете, то, что ваше, чувствуете, забираете, то, что не ваше, не обязательно. Так, ну что ж, его мысли, мысли, ух ты, ой-ой-ой-ой, полесили тут у нас карты всякие. Он говорит, а она не переживает, а она не страдает, а она не огорчена. Вот какие у него мысли, да, вылетели прям тут. Твои мысли, твои мысли сегодня, девушки, твои, твои мысли. Мысли, есть. Чувства, чувства, твои чувства. Расскажи нам, покажи о своих чувствах, что ты чувствуешь к девушке. Давай чувства своим. Покажи нам свои чувства. И действия. Как он планирует действовать в отношении к вам? Действия. Расскажи нам о своих планах, как ты планируешь их власть. Так, ну что ж, сейчас я это уберу, чтобы мне немножко не мешало. Такие у меня звуки сопровождают за окном. Готовы, девчонки? И по мысли. Так, сейчас будем смотреть, да, девочки? У кого-то семья из вас? У кого-то идет такое, да, что мужчина хотел бы с вами отношения, хотел бы с вами стабильность, хотел бы с семьи. А вот, но не знает даже на какой козе подъехать, какие подарки дарить, думает, что вы их не примете. Видите, опять же, материальная база как просвечивается. И он понимает, что вы там не в одиночестве, не сидите одна, не скучаете, да. То есть вы заняты своей жизнью, своими отношениями, у вас все хорошо. Знаете, такая безнаделла, точную кору вот со стороны как бы мужчины. То есть и причина этого, да, то есть у кого-то идет за того, что женщина в семье находится. И поэтому, опять же, да, ну что мои подарки, если у нее там семья, дети, отношения как бы серьезные. То есть все у нее хорошо. А у кого-то, что мужчина хотел бы вам семью предложить, ну, сейчас будем смотреть, да. Ситуация разная. Да, здесь мужчина показывает нам то, что у него разбито сердце, потому что он хотел бы предложить семью, а на самом деле вы уже в семье. Понимаете, он вас тоже видит, он вас тоже видит, как свою женщину, свою пару, женщину, с которой можно построить отношения. В конце концов, он уже в вас вкладывался, да. Вы лучше обманули, вы вообще не сказали, что вы там замужем, у вас отношения, или говорили, что вы уйдете. Прям сердце ему разбили. Блин, даже до слез довели. Так, и что тут? Даже нечего сказать, да. Даже нечего сказать. Ну, подарки тут явно не прокатят, да. А что-то прокатит, как думаешь? Прокатит только тот случай, если вы осознаете, что, знаете как, что он вам там послан Богом, что это какая-то там кармическая встреча, или что там. Ну, что не просто так вы встретились, что вы должны пройти урок. То есть, если вы это осознаете, только тогда может что-то измениться, да. Так, а вы осознаете? Так, а вы вообще не видите варианта развития здесь особо отношений. Так, а почему? Ну, то ли вы звезда, то ли он звезда. Ну, между вами расстояние. Оно вам-то не очень-то и надо, вот знаете, так идет. Оно вам-то не очень-то и надо, вот вы не очень-то хотите этих свиданий. Так, а что смотрите тогда? Что смотрите, а, девочки мои хорошие? А здесь был какой-то, да, обман, какое-то предательство все-таки было. И вот оно вас что-то еще не отпускает, эта ситуация, поэтому и смотрите, да. Так, ну вы не в одиночестве, у вас все хорошо, я верно понимаю? Ну, надеюсь, да, есть у вас какой-то рыцарь, с которым вы взаимодействуете, общаетесь, там, переписываетесь. Кстати, вот здесь сейчас стоит информация, даже не факт, что у вас семья. Возможно, вы этому мужчине сказали, что у вас семья, потому что вот как-то что-то у вас тут такое произошло, что он вас зацепил, что-то пошло не так, грубо говоря. И вы ему сказали, да, так, а здесь не у всех девочек семья на самом деле. Но камень преткновения, то есть мужчина сейчас четко думает, что он не может к вам проявиться, потому что у вас семья, там, какие-то стабильные, ну, по крайней мере, какие-то у вас стабильные взаимоотношения с кем-то есть. Они у вас даже нисколько там какие-то серьезные, они могут быть даже более легкими, эти отношения, да, но вы ему это не говорите. Ну, хорошо, ну, хорошо. Окей, ладно, смотрим дальше. То есть мужчина пока понимает, что он к вам проявиться особо не может. То есть вы сами должны осознать какую-то, то, что ваша встреча была роковая, понимаете. Хорошо. Что у него в чувствах к вам? Что он чувствует к вам? Ну, как видите, чувства у него такие довольно-таки сильные обрывают, но при этом на чувствах у него, что он сам не готов идти в какие-то стабильные отношения с вами. Он, вот знаете, вот на чувствах идет борьба, потому что чувства есть, чувства сильные, но при этом идет такая борьба, потому что я не знаю, по какой причине он там не готов вам предложить серьезные отношения. Но здесь вот прям, да, именно речь все идет о серьезных отношениях на уровне чуть ли не семьи, понимаете. То есть у кого-то просто действительно выход на серьезные отношения, у кого-то уровень семьи прям, да, то есть, но он почему-то вам это, то есть, но ведь понимаете, что не по вот этому, ну, то есть вы ему сказали, что у вас есть эти серьезные отношения, или там, что у вас есть муж, вы ему это все сказали, хорошо, и что, он поэтому, что ли, не готов к вам? Что-то здесь не так, девочки, кто-то из вас сейчас с ней не договаривает. Так, что ты борешься? Почему ты борешься? Что у тебя за борьба такая на чувствах? С чем ты борешься? Он борется с семьей. С какой семьей? С семьей девушки? Или ты хочешь семью предложить? С какой семьей? С семьей своей девушки? Ты думаешь, что она замужем? Борется с собой. Смотрите, здесь какая ситуация. То есть, если вы замужем, ему любить вас нельзя. То есть, те девочки, кто замужем, или кто сказал, что вы замужем, и мужчина вам поверил, да, он не может вас любить, он себе запрещает вас любить по одной простой причине, потому что вы замужем. Ну как, ну все, запрет, точка. У вас отношения, поэтому какая любовь, да? Но есть еще такой момент, что мужчина здесь понимает, что вы наврали, потому что вы от мужчины, походу, то ждали вот этого всего. Вы ждали, что мужчина вам предложит уровень отношений серьезных, семью, а он не готов почему-то. Мы сейчас посмотрим, почему не готов предложить семью. И получается, вы ему тогда и сказали, а я тогда выхожу там замуж с другому, грубо говоря, и вот как бы на зло ему показали, да, он сам с собой борется. А предложить вам все-таки эту семью или не предложить? А почему ты не хочешь предложить семью своей девочке? Почему ты не хочешь предложить семью? Скажи, пожалуйста. Ну опять же, расстояние выпадает. Расстояние далеко. Расстояние, девочки. Здесь идет все-таки карта расстояния. То, что он говорит так далеко, соответственно, может быть даже у кого-то тут разные страны, да, при этом у вас тяга есть. Ну как можно говорить о семье, да, если вы по сути общались, да, вот так вот как бы мало, плохо друг друга знаете. То есть как бы тяга есть интересная, но именно семью он пока не готов предлагать, да. Я спросила, это кто-то вмешивается. Нет, это все-таки он вам не готов дать статус своей женщине, там, хозяйке дома. Спрашиваю, а почему он говорит? Ну потому что слишком много нужно будет сделать абсолютно кардинальных перемен в жизни. Он еще, походу, тут с кем-то советуется, да, и ему тоже не рекомендуют. Так, ну такой вопрос, да, ну а если женщина действительно уйдет от тебя, то что, как ты будешь это все? Он говорит, уйду в отшельники, уйду в отшельники, буду сам по себе. Ладно, все-таки скажи, что у тебя на чувствах, что у тебя на чувствах, говорящие, что у тебя на чувствах, девушки, женщины. Боже, как полетела все. Страсть? Страсть, желание свиданий, желание видеть вас, трогать, прикасаться. Страсть присутствует. Желание общения с вами. Еще что на чувствах у тебя? Ну жирпит, он замораживает свои чувства, понимаете, то есть он сейчас активно занят тем, что, ну раз уж, короче говоря, у нас ничего не получается, тогда буду я свои чувства активно закрывать, да, то есть он жирпит, он вымораживает, закрывая свои чувства, девочки. Ну вот так вот, да, ну как есть. Лучше знать, чем не знать. Так, хорошо. И давайте посмотрим все-таки, как он планирует действовать по отношению к вам. Девочки, у кого-то мужчина таки примет решение жениться, дать вам стабильность, дать вам уверенность, пойти с вами в серьезные отношения. То есть здесь есть большая вероятность, что у кого-то у девочек, да, что такие поборются-поборются с собой и придет все-таки к тому, что ну жениться так жениться. У кого-то человек будет мозг делать, то есть будет вас пытаться учить, у кого-то вас сейчас будет просто пытаться учить, ну как бы при этом сохранять опять же свою стабильность, ну как будет в таком варианте. Девочки, ну здесь у многих, опять же таки у многих, что человек придет и сделает вам предложение, да. Я не буду говорить прям, ну предложение, не предложение, но по крайней мере предложит какие-то стабильные отношения, какой-то другой уровень. То есть предложит вам, чтобы вы все-таки там были с семьей. Выйдет сам, да, на уровень стабильности и скажет, все, хорошо, побалдели, их хватит, давай все-таки я буду твоим мужчиной и давай как бы переходить в серьезные отношения, да. Ему-то кажется, девочки, что он такой прям уже крутой-крутой-крутой, но это ему кажется на самом деле. Опять же будут подарки вам дарить. Денег может кому-то даст. На то, чтобы вы приехали, да, у тех, кто на расстоянии даст денег, чтобы вы приехали. Ну да, но не он же будет к вам ехать, а чтоб вы и приехали. Ну да, видите, у него не будет, получается, будет вас к себе звать. Так, а вот это вот, что ты строгость свою проявляешь? Что это у нас за мечата выставил врачу. Не хочет зависеть от вас, девочки. Он не хочет от вас зависеть, он хочет быть главным, он хочет властвовать. То есть мужчина здесь, ну, по сути, такой, ну, властный, да, есть у него, видите, такие позиции какие-то свои жесткие, да, и он будет настаивать на этих своих жестких позициях, да. То есть если он будет чувствовать, что он где-то начинает там, ну, на вас подключаться чересчур, он будет стараться это как-то там то ли присечь, то ли убрать. То есть как бы он будет, ну, он будет хозяин, он будет главный. И, по сути, все равно здесь есть готовность нам показывать, да, что он еще, он не хочет каких-то тайных взаимоотношений, он не хочет просто там секса, а он все-таки хочет быть вашим мужем, да. Но при этом, девочки, ну, я вам говорю, да, о том, что будьте готовы к тому, что, в принципе, в принципе, вы можете тысячу раз быть с ним счастливым с таким, да, потому что есть, есть такие женщины, которым нужен как раз мужчина, чтобы он был такой, нельзя сказать, что, ну, будет там прям подавлять вас. Нет, ну, какие-то его правила, какие-то его правила с ними придется просто считаться, да, потому что такая позиция у человека вот как решил, так и будет. То есть, ну, как бы это, в принципе, характеристика у нас вот мужчины-победителя, понимаете, вот такая вот ситуация, вот такая позиция. Ну, что ж, девочки, вот такой сегодня у нас был общий расклад. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Желаю вам хорошего дня, желаю вам хорошего настроения. Пусть проиграются у тех девочек, которые действительно хотят замуж за этого мужчину, пускай расклад проиграется полностью, замечательно, красиво, чтобы все у вас получилось так, как вы хотите, наилучшим образом. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока, хорошего дня.